всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня мне в работе вот такие ручки здесь покрытие полтора месяца клиентка очень хорошо но есть покрытие практически всегда возвращается без поломок без сколов без каких-либо трещин единственное если сама куда-нибудь не ткнется рабочими пальчиками да и вообще любым другим пальчиком тогда конечно приходится ремонтировать а так всегда все идеально носит ну и поэтому наверное такая длинная носка у нее не четыре недели а полтора бывает даже два месяца я абсолютно спокойно отношусь к такой длительной носки это дело клиентки это ее руки ей с этими руками ходить с этими ногтями поэтому то что она так долго ходит с покрытием это ее личное дело нравится ей ради бога происходит другой момент когда клиенты носят долго покрытием и приносят допустим через полтора месяца где некоторых ногтей нет на некоторых ногтях отслойки прям такие на все ногтевое ложе где-то нет боковых параллелей где-то что-то сколото где-то треснуто где-то отломано в общем там где нужно хорошенько поработать сделать такую достаточно сложную коррекцию на разных ногтях разного вида исправления разного вид ремонта и если бы клиентка допустим пришла на 4 недели то ничего этого делать бы не нужно было но опять таки это мои личные проблемы мастера который не хочет работать с такими вот проблемными руками тем более что их можно было бы избежать если бы клиентка пришла вовремя на коррекцию но навязать клиентки вовремя приходить я конечно же как мастер не могу я могу рекомендовать только говорить что вот видишь как это плохо заканчивается если в четыре недели пришла было все по-другому но у клиентки опять-таки своя голова на плечах и если она ходит такой продолжительный промежуток времени значит ее все устраивает а моя задача как мастера подстраиваться под таких клиентов раньше у меня была единая цена то есть хоть с такими ногтями клиентка пришла платила одинаково хоть она пришла с половиной переломатых я ремонтировала тоже платила одинаково какой-то момент я поняла что меня это не устраивает и я не хочу работать за одну цену и с такими вот простыми ручками из очень очень сложными поэтому я решила брать дополнительные деньги за ремонт и теперь меня абсолютно не бесит не расстраивает если клиенты через полтора месяца приходят с половиной поломанных ногтей раньше меня это жутко бесило потому что я понимала что это глупая работа которую я выполняю и которую можно избежать если бы вовремя приходить на коррекцию но так как клиентка правит платит одинаковую сумму то чё и париться на но после того как я ввела дополнительную плату за ремонт таких клиенток стало в разы меньше это и мне нравится потому что мне не нужно делать сложную коррекцию клиентам я думаю нравится потому что они не ходят с поломенными ногтями а если и ходят с половиной то им не нужно дополнительно платить за ремонт в общем то всех все устраивает и все довольны тем временем я уже убрала длину сняла старый материал пилочкой обязательно прошлась по той части ногтевой пластины где отрос натуральный ноготь выполнила маникюр на нашу грунтовочный слой каучуковой базы всегда здесь простое покрытие никаких излишеств и ничего сложного вот такой розовый гель выбрала клиентка делаю этим гелем укрепление на нашу капельку материала в зоне апекса и стягиваю материал к свободному краю и по бок и к бокам свожу в тех местах материал к минимуму вот такие красивые розовые ноготочки у нас получились легкий опил нужен по форме убираю пыль чтобы вот этот липкий слой не лип к пилочке и опиливаю только форму подставляю пилочку под ноготь истончаю с внутренней стороны и выравниваю форму от точки в роста до точки в роста поверхность сегодня опиливать я не буду здесь получились небольшие наплывчики по форме поэтому все это дело нужно исправить и обязательно подставить пилочку снизу убрать толщину весь лишний материал я убираю с внутренней стороны фрезой я работаю как твердосплавной так и вот такой вот керамическая тоненько очень мне нравятся такие керамические фрезы но они у меня куда-то блин деваются за ними нужен глаз да глаз иначе положишь куда-нибудь не туда и все фрезу уже больше не найдешь никогда вот такой топ у меня есть он светоотражающими частичками есть просто розовые мелкие блестки а если это отражающие частички эта клиентка полюбила этот топ частенько делает им покрытие то есть какие-нибудь нюдовые ногти и сверху этим топом он у меня уже достаточно старенький но хорошо работает и для этой клиентки я его берегу никуда не деваю наношу этот топ полностью на все ногти ну и собственно любуемся результатом вот такой красивый маникюрчик аккуратненький у нас получился с этой клиенткой опять скорее всего увидимся через полтора месяца не раньше но он любуется своими ногтями любуется переливом вот такие ногти у нас получились тоненькие красивые там конечно пыль под низом но это все дело легко убирается надеюсь вам понравилось это видео если это так обязательно ставьте лайк какой-нибудь смайлик в комментарии это способствует развитию моего канала и выпуску новых видео подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка в описании под этим видео там видео выходит намного чаще и много всяких интересных постов и мастер-класс ну и просто общение но на сегодня все всего доброго хорошего дня